Здравствуйте! Я уверен, что в этом году создам свою семью. И поэтому я здесь. Со мной мои друзья Владимир и Злата. Александр, 30 лет. Первая возлюбленная ради него бросила своего мужчину, и они стали жить вместе, но отношения не сложились. А со второй девушкой были слишком разные взгляды на жизнь. Александр – генеральный директор компании по организации мероприятий. Любит проводить свободное время с друзьями, занимается боксом, самбо, фитнесом, занял призовое место на соревнованиях по гиревому спорту. Предупреждает, что бывает требовательным. Мечтает о доме в Италии. Александру не нравятся девушки с родинками на лице. Женится на стройной девушке, которая позволит ему ухаживать за ней, как за настоящей принцессой. Здравствуйте! Приятного свидания с нас на программе. Загар. Загар. Загаря отдыхает. Значит, где-то недавно отдыхает. Спасибо. Спасибо, уважаемые. Подготовился пока. Спасибо. Почему мне всегда достаются самые измученные цветы? Василис, не переживай. Вот я с позволения Александра, можно тебе подарю? Нет, мне что. В этот старый Новый год цветы. Можно? Не обидитесь? Пожалуйста. Василис, мне будет очень приятно. Прими, пожалуйста. Ой, спасибо. И мне тоже очень, мне тоже очень приятно, что ты справляешь эту несправедливость. Со стороны все равно спасибо. А я правильно, значит, поняла? Если мне тоже покапризничать, ты мне тоже чем-то подаришь. А я тебе этого никогда не делаю. Чьи бусы на тебе? Неблагодарны. Я вас всех поздравляю со Старым Новым годом. Спасибо. Давайте будем веселыми и жизнерадостными, хорошо? Как встретили Старый Годка? Как обычно, в своей дружной компании. Молодец. Хотели бы, чтобы невеста, которую сегодня вы выберете, я надеюсь, в следующий Новый год уже была бы на правах вашей жены. Безумно. Готов. Да, я для этого сюда и пришел. У вас такая запутанная история любовная. Мама не горюй. Давайте будем ее распутывать. Итак, в возрасте каком вы влюбились? В возрасте 19 лет. Я познакомился с ней в супермаркете. Увидел эту девушку и понял, что это мое. В то время еще знакомились в супермаркете. Сейчас даже себе такое сложно представить, мне кажется. А сейчас уже не получится в супермаркете. А что она такого покупала, что вы поняли, что она ваша? Вы знаете, я не обращал внимания, что она покупала. Я увидел просто свет из ее глаз. А сколько ей было лет? Она была у меня старше 20, наверное, 20 лет. То есть просто в старуху влюбился? Ну, понятно. А когда выяснилось, что у нее есть спонсор, с которым она живет? Ну, где-то, наверное, через две недели. А почему не отступился ты? Ну, потому что я был очень сильно влюблен. А она вам прям свой телефончик дала сразу же? Ну, она тоже почувствовала. В супермаркете? В супермаркете, да. Когда-то были голодные и покупали какую-то еду. И вот это вот чувство переплодили с любовью. Чувство, чувство голода. Как бывает. Нельзя ходить голодным на охоту, понимаете? Точно выйдешь не с той добычей. Ясно, Александр. И у вас, короче, с ней закрутилось. Она стала изменять своему... Бойфренду? Зажиточному молодому человеку. Ну... Не очень молодому. Мы начали общаться. Долгое время общались. Встречались, ходили в кино. В общем, мы общались такой степени, что вы у нее остались ночевать однажды. И как в анекдоте? Друг возвращается из командировки. Тук-тук-тук-тук. Ее сожитель. Ее мужчина. Вы думали, кажется, что Дедушка Мороз. Борода из ваты. Было чуть по-другому. Я ехал к ней. Я всегда все чувствую, если что-то может произойти хорошее или плохое. Вот я ехал к ней, и у меня отрывается пуговица на пальто. И не только ведь это было у вас. И не только, да. Не только один знак. Какие еще были знаки? Так как в то время у меня еще не было автомобиля, я ехал на троллейбусе, и у троллейбуса обрываются рога, и я понимаю, что это тоже какой-то знак. Что эти рога скоро перейдут на голову вашего соперника. С рогами не только троллейбусы. Мы приехали, и мне очень сильно било сердце. Я понимал, что что-то может произойти. А она поцелуями успокоила и утихомилила сердце. Она сделала все так, что... Каждым поцелуем, пусть становился все равнее. Да, что я расслабил. До тех пор, пока дверь не открылась. Да, дверь открылась, зашла. А вы тепленькие. Сволочи, в его-то куплены на его деньги, кровати. Да, тогда я был молод. И еще не понимал, что... Еще не понимал, что... Да, что происходит. Все за это иногда бывает по голоди. За все бывает иногда. Но зато он авантюрист, значит. Да. Он за хорошо. Мне не нравится, знаешь, что в нем? Что он очень влюбчивый. Это в 19 лет было, да. Ну хорошо, но он ведь очень благородно как-то поступил. Это оказался очень достойный мужчина. Он говорит, вы, ребят, доковыркайтесь, я же не зверь в конце концов-то. Правильно? Я, говорит, подожду в прихожей. Вы, конечно, уже, что там, через пень колоду, как говорится, но доковыркались. И вот она выходит, вся виноватая. Он говорит, ты, сынок, ступай, а со своей я разберусь. Мы поздоровались, познакомились, он сказал. Очень приятно. Можешь идти. Ушел. Я ушел. Да, и это, наверное, была одна из самых больших трагедий в моей жизни. Я очень долго переживал. Я бы никогда не пошла на такие отношения, чтобы, если бы у меня кто-то был, я даже как-то ни с кем не познакомлюсь. Я сказала. И вмешаться в этот треугольник тоже не лучший вариант. Но он же не знал. За что стыдно-то было? Стыдно именно было перед этим человеком, что такое произошло. И то, что я понимал, что это точка невозврата. И большие переживания были. Лучше бы мы с ним подрались. Не знаю. Конечно, хорошим бы это не закончилось, но на тот момент именно этого... Ой, Саш, ну, что было, то было. Ушел. Но это же девушка не отстала. Она же стала звонить. И через какое-то время даже ушла от него. Мы в течение двух месяцев не общались. Потом начали переписываться. И в один прекрасный момент мы встретились. Но мы не могли жить друг без друга. Вот мы встретились, начали общаться. Она пере... Дяденьки, если вы не одумаетесь вот в этот старый Новый год, и не прекратите волочиться за молоденькими и бедными девушками, всегда вот такой Санек появится на вашем пути. Я вам просто к бабе не дадю. Вот одну просто клянусь. Вот так и будет. А вот не зря мы сегодня вообще эту тему обсуждаем. Конечно, не зря. Потому что сегодня Венера соединяется с Плутоном, а значит, все, что касается любви, начинает пересекаться в головах. С темой массового влияния, кто кого, чья здесь власть, с темой секса. Вы нашли... Нам жених нужен серьезный. Я думаю, что... Серьезным она не будет. Нам весь мозг выяснил. А это как раз... Может, пора меняться уже? И она к вам переехала? Мы стали жить вместе. Сколько жили? Около года. Опа-ньки. А что не поженились? Я просто молодой был. Не подсказал никто, что нужно было. А почему у вас закончились отношения, как думаете? Ну, закончились, потому что они стали не такие теплые, не такие душевные, такие, которые были раньше. А мама не говорила, да, что, сынок, когда организм срабатывает на девушку, это не всегда любовь? Короче, он живет человек инстинктов. Вот он влюбляется... Я согласна с вами. Физикой. И быстро потом с головой как бы не думает, наверное, может быть, о последствиях или как-то. Вы уже сегодня в 30 лет дружите с головой, и вы понимаете, что чужое брать не надо, да? Что если девушке что-то пообещали, нужно отвечать за свои поступки, за свои слова. Правильно? Да. Все. Поэтому вы сегодня готовы жениться. Какая девушка нам нужна? Нужна девушка, которая будет понимать меня, поддерживать во всех моих делах, начинаниях и создать... А вы будете что для нее? Я буду делать для нее все. Ой, мой мальчик. А гороскоп нам что говорит? Поддержит во всех начинаниях? Нет, нам нужна такая, которая сегодня просто в студии появится как вспышка. Которая ударит в мозг, произведет впечатление, которое целиком и полностью ваше внимание захватит и не разочаровать. Сейчас будет шоу, прям чудо, чудеса. Да, ты увидишь бабочки, если они полетят. И живота прям. И живота. В общем, вы мечтаете о настоящей королеве. Только вопрос, захочет ли королева вас видеть рядом с собой. Это зло. Нет, я вовсе не хочу никак унизить Александра. Я просто хочу сказать, что девушки с таким уровнем гордыни и самоуверенности, которую Александр ожидает увидеть рядом, они к мужчинам относятся обычно довольно пренебрежительно, снисходительно. Ну, я в общем, позволяю тебе прислушивать. Королева, она же на то и королева. В общем, она мужчин видит в качестве слуха. Давайте в другом разберемся относительно внешности-то. Чем вам родинки-то не угодили? Да, вот не могу понять. Действительно, мне не... Родинки на лице или везде? На лице. Именно на лице. Не хочет родинки. Мы замужем, что это очень свежее лицо. Нет у тебя родины. Успокойно. А мне, знаете, что нравится? Вы говорите, буду ухаживать как за принцессой. Это как? Я люблю очень заботиться о девушке. Не, ну как вы о ней заботиться-то будете? Самый дорогой подарок, который вы подарили, чтобы я так поняла вашу финансовую сторону вопроса. Автомобиль. О, молодец. Так, а квартира-то у нас есть? А где? В Москве, да? Квартира на данный момент в Беларуси. В Беларуси? Да, планирую сейчас покупать в Москве. В общем-то, все у нас уже в комплекте. Жениться мы готовы. Соответственно, и невеста должна быть завтра прямо под венец. Правильно я понимаю? Недели две у нас есть, поэтому... Ну, тоже нормально допускается. Две недели есть. Окей. Хорошо. А как, москвичка, не москвичка или вот иногородняя тоже возьмете? Вы знаете, если судьба, можно иногородняя. То есть нормально, значит, мы всех будем сейчас пристраивать. Настя, слушай, здесь одна принцесса, вот других принцесс быть не может. Принцесса может быть только одна. Маленькая, худенькая, внешняя, без родинок на лице. К Злате вопрос. Вы тоже из Беларуси? Нет. Не та вы откуда? Я из Ташкента. Ясно. А это вы так вот в чуренькой-то оделись, видать, еще на Хэллоуин, да? И с тех пор так и бродите по Москве. Да нет, на самом деле, мне так нравится. Понятно. А то такое ощущение, что прямо пришли вот оплакивать. Может, он вам и не друг вовсе? Самый лучший друг. Правда? Да, на самом деле, да. Ясно. А как самый лучший друг от самой лучшей подруги может получить какой совет? Он же сказал, принцессу хочет. То есть короны и красивого платья будет достаточно. А, еще родинков не будет у нас. Нет. Родинков точно не будет. На самом деле, нужна добрая, хорошая девушка из интеллигентной, воспитанной семьи, чтобы... На лицо ужасное, доброе внутри. Нет, на лицо, я думаю, вряд ли он ужасный заходит. Владимир, а вы что сидите, тоже в чуреньком во всем пришел? А вы кого советуете другу? Вы на кого сегодня обратите внимание? Ну, если у Саши в прошлом была девушка, как Сидни Кроуфорд, с родинкой на лице, то сейчас я... О-о-о! Видно, у него просто не очень хорошо с ней сложилось, и поэтому он не хочет родинок больше. Потому что родинка, это как у Синди Кроуфорд с возрастом, превратится в бородавку, с которой будут расти волосы. Ужас! Я ему тоже самое сказал. Поэтому лучше молодости и не иметь. А что звезды? Гороскоп человека при переезде немножко меняется. Вот вы родились в городе с чудесным названием Балаганск, Иркутской области. И вот при переезде в Москву, например, большой мегаполис, гороскоп неизбежно начинает претерпевать новые влияния. Вот такое чувство, что то, что у вас было, взяли и перетряхнули. И то, что лежало внутри, становится более очевидным и заметным окружающим. Вот вы сейчас здесь меньше ориентируетесь на женщину, как на звезду своей жизни. Вот если бы вы остались жить в Минске, например, или там, где вы родились, все было бы немножко по-другому. В Москве вы меньше заинтересованы строить постоянные связи, постоянные контакты. Мне, если честно, кажется, что он обижен. Что вы девушка не видела? Нет, вообще, что его все девушки почему-то как-то у него так все грустно получается. Нет, я думаю, что он вообще даже не расстроен. У него есть... Чувак живет и кайфует. Ну, что расстраиваться? В общем, одним словом, вы сейчас заинтересованы себя показывать больше, чем интересоваться женщиной. Вот начните интересоваться женщинами по-настоящему, а не на словах. Ну, и тогда счастье может быть, не заставит себя ждать. И будет вам счастье. После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Александр. Идите, встречайте первую невесту. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это мы еще посмотрим. Здравствуйте, Анастасия. С кем вы? Здравствуйте. Я пришла сегодня со своими подругами Надежда и Ольга. Давайте с нас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Анастасия. 27 лет. Менеджер по продаже авиабилетов. Пишет стихи, любит встречаться с друзьями в ночных клубах и любит вязать. Гордится тем, что сама купила себе машину и мечтает отвезти маму в кругосветное путешествие. У Анастасии был короткий роман с сыном известного депутата, но серьезных отношений не сложилось. Он так же красиво исчез, как и появился. Надеется, что с Александром ей повезет больше. АПЛОДИСМЕНТЫ Клево! Спасибо. Ну, рассказывайте, вот такие вот фотографии выложили в интернете. Да? Да. Познакомились? Познакомилась я со своим бывшим молодым человеком случайно. Ну, потому что проявила инициативу ваша подруга. Кто из вас, девочки? Ее здесь нет. Интересно, сама брюнетка подруг привела блондинок. Прямо таких ярых. Вот она выделяется. Она посмотрела вашу передачу. И сына Митрофанова, депутата, она выбрала Ванечку. Да. Написала ему в интернете. Пожалуйста, письмо. В интернете, что давай встретимся с тобой, пообщаемся, сходим в кино. А он увидел вас. Общие фотографии вместе с ней. Сказал, хочу вот у Чуренького. Так и было. Ну и все, он мне написал, я ему ответила взаимностью просто сходить в кино. Еще бы он всем... Если бы мне сын Митрофанов написал, даже я пошла бы с ней в кино. А чего? Конечно бы. Да хоть из-за кино пошла бы. А что? Ну? Ухаживала очень красиво, две недели. Рассказывайте. Красиво это как? Каждый день цветы, каждый день приятные с утра смски. Я люблю очень утренние смски. Вот. Кино, встречи, знакомство со своими друзьями. А с родителями? Хотел познакомиться с отцом, но я отказалась. Здрасте. А чего? Три дня всего лишь прошло с нашего знакомства. Это было для меня несерьезно. А потом вы подумали, а вдруг я не понравлюсь батюшке? Так тоже, да. Да, для Кио, для красного словца. А хочешь, я тебя с папой познакомлю? Да нет, нет. Ну, и все отказываются. И что, Настя? Я отказалась, он предложил еще раза три. Я в итоге сказала, что нет, это слишком рано. А как Рогман, как вот красиво начался, а потом почему он так некрасиво закончился? А уже когда я стала проявлять эмоции к нему, там, не знаю, как-то переживать за него, волноваться там, что он... Что он поел на завтрак. Есть у него тюклые ботинки там на зиму, да? Да. Его это, видимо, отпугнуло. Где ему там переночевать? Можем привезти надо. И? Вот. Его это, видимо, отпугнуло. И он мне сказал, что улетает на 35 дней в Тюмень в командировку. Вот так с вами всегда, кстати, сволочи. Мы этим пользуемся. Честно, была же корысть? Нет. Ну, мне... То есть вы прямо обожали его, зацеловывали его с ног до головы, потому что умирали от страсти? Через месяц, да. Да ну ладно, ну, Настя, ну, правда, какой у вас плохой вкус. А можно я спросить по другу? На самом деле просто она... Хотя, знаете, как мой товарищ говорит, если ты богат, ты автомат. Мог, красивый, талант. Нет, дело мы не в этом. Ей просто хотелось на тот момент отношений. Ей хотелось мужского внимания, как женщины, потому что, на самом деле, ну, она этого хотела, у нее не было никакого мужчины. Соответственно, она принимала от него ухаживание. Потом, я, если честно, не знаю, что она в нем нашла вообще. Девчонки, это вы знаете, кому будете рассказывать? Это вы когда поедете в поезде «Москва-Ташкент», выпьете пивка. И у него какой-нибудь тетке, которая доедет про вас пенечки, вы будете ее вот тут вдувать в уши, ладно? Серьезно говорю. Мне о куле такой пожилой, вы это рассказываете сейчас. Ну, смех, ей-богу. Давайте лучше уже по-честному. Почему бы нет? Приехали вы? Откуда приехали? Томская область. Из Томской области. Снимаете здесь квартиру? Да. Ну, подождите, она же и работает, и хорошо зарабатывает. Менеджер по продаже автомобилей. Прости. Это вы тоже будете рассказывать? Авиабилетов. Подождите, она очень хорошо зарабатывает. Конечно. Василис, ты там поближе? Я что-то сослепу. Глянь, вот там с одной стороны родинка вроде бы у нее. Нет, все в порядке. Нет, все в порядке. Настюш, как старый Новый год встретила? Хорошо, с друзьями. Провели сначала домашние обстановки, потом в клуб. Ну, 27 лет, я думаю, вы уже, конечно, мечтаете в семейном кругу встречать Новый год. Конечно, да. Да? Значит, получится. Особенно Новый год. Значит, смотрите, давайте, Александр сидит перед вами, поедает вас глазами. Вы внешне очень чем-то похожи. Есть у вас друг к другу какие-то вопросы? Спроси, кто похож. Последние отношения когда были? Даже просто мимолетные? А вам зачем, скажите это? Ну, просто как человек еще под эмоциями остался хотя бы от тех отношений или уже полностью свободен. А как бы вам хотелось? Полностью свободен. А вы свободная от эмоций? Я свободна, да. А если он вас сейчас увидит по телевизору и скажет, какая она все-таки хорошенькая. Как-то нет, фиг этому Александру, сам ей позвоню и наберет вас. Он набирал, я не вернулась. Дурашка. В смысле, мы такие бедные, но гордые. То есть, кроме того, когда у него были последние отношения, вам остальное все равно? Эмоции ушли. Если бы он вернулся, может быть, через неделю, через две, то тогда бы уже... Что вас насторожило вот в Александре? Нет, ничего, мне кажется. Ну, я не знаю. Ну, если ничего, тогда удивите его сюрпризом. Так как я пишу стихи, вот, я решила написать лайтовый рэп. Специально для тебя, поэтому не суди строго, это все будет прямо сейчас импровизация. Поэтому начинаем. Увидев тебя в один момент, я поняла, что нужен только ты, что ты и есть моя судьба. И пусть сейчас я для тебя лишь что-то, но ты познаешь мир со мной, он будет чистым без порогов. Фигура у нее хорошая очень. Ну да, миниатюрная. Я никогда не буду истерить тебя, любить и верность лишь тебе хранить и годы радость не дарить. Ты никогда не узнаешь горести разлуки, горести утрат. Ведь я крепко держу руки и покажу тебе твои мечты, свою любовь. Мы будем растворяться в глазках вновь и вновь. Ну, правда, странный у нее образ для чтения рэпа, немножко несочетающийся понятия. Лиди-рэп. 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 Любовь спасет мир. Ведь в этом мире только ты и я. Любовь не умрет. А если трудности возьми, вот моя рука. Любовь для твоих. Тебя обниму и скажу, я люблю тебя. Любовь береги. Поверь только ты со мной, только навсегда. Молодец. Спасибо, Настенька. А мне шених понравился. Мне он понравился. Рассказывай. Подождите, что он говорит? Как Настя? Нормальная девочка, хорошая. То есть я просто не заметила, чтобы Саню зацепила прям так. Сразу, как Василиса сказала, чтобы она зашла, зажгла, и вот она звезда, и он ее в ног. Ну, конечно, потому что рядом с Сашей, который зажигает, просто уже сидит 20 минут, ослеплемый от этих искр, рядом только такая, может быть, какую Вы описываете. Бывшая его, что-то. Ты посмотри на нее. Нет, но как любой близкой подруге никогда не хочу. На самом деле девушка очень симпатичная, у нее красивое лицо. Очень. Она очень красиво одевается. Она, я уверен, волнуется, но себя держит. То есть она растерялась меньше, чем Саша. Саша волнуется больше. Обычно он более раскрепощенный. Дальше фантазируйте, а мы пока послушаем Розу. Ну, раз жених, то есть купец, заказывал принцессу, ну, как минимум, у нее должна стоять очередь, в общем-то, из поклонников. Потому что вы первой стали в этой очереди, да, стимул, чтобы был. А может быть, всем поклонникам голову поотрубали? Нет, 27 лет, ни одной вразумительной истории, а мужчина как рассуждает, и я так же. Если она до 27 лет никому не нужна была, вон даже, вон, какой вот жених-то, и то еще странно. Здрасте, а вот этот жених до 30 лет, прям вот просто очередь к нему выстраивается. Но чутье, говорит, не наше. А мой опыт подсказывает, что обычная девушка, которая приехала в Москву, и как бы она здесь хорошо не зарабатывала, конечно, она хочет устроиться. И кто не хочет выйти замуж за сына депутата, покажите мне пальцем. Вот и все, не получилось. Не знаешь, что не понравилось? Понравилось? Поэтому в вашем друге нет ничего такого особенного, чтобы невесты тоже отслепли, понимаете? И я... На самом деле есть, он просто немного стесняется, волнуется. Так вот и у Насти тоже есть, только она просто волновалась и делала поэтому. Он любит писать смс не только утром, утром, обед и вечером. Молодец, молодец. А Настя любит их получать. Да, для супружеской жизни 30 лет, для мужчины достоинство, умение писать смс, но просто первостепенное, конечно. С какой бы целью Настя не искала себе супругу, строится ли материально или зачем-то еще, девушка пылкая, увлекаться умеет, очевидно, хороша собой. И астрологически могу сказать, что сильный Юпитер в седьмом доме замужем будет очень удачно с финансовой точки зрения. Поэтому, может быть, и правильно, что не разменивается и не ищет себе первого встречного с улицы. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Александр. Идите, встречайте вторую невесту. Удачи! Вешняя сторона, она милая. Да здравствуй. С какой стороны-то? С наручным звуком волос. Вы на камерон Диас чем-то похожи. Я знаю. Давайте на вас посмотрим. Анастасия, 19 лет. Певица. В 16 лет уже была популярной артисткой в Латвии. Постоянно меняет имидж, предупреждает, что не закручивает тюбик с зубной пастой. Гордится, что в 14 лет заключила свой первый контракт со звукозаписывающей компанией. Мечтает быть востребованной. Анастасия влюбилась в известного музыканта, который красиво за ней ухаживал, но через полтора года отношений избранник признался, что женится на другой. Надеется, что Александру можно довериться. Настя Зай. Да? А у вас какие-то проблемы с руками? Почему тюбик-то с зубной пастой не закручиваете? А, вы знаете, это когда романтика, романтично что-то просыпается в голове. Ну, бывает. То есть не закручивать тюбик с пастой, это романтично. Мы артисты же рассеянные все. Просто есть такая у меня тенденция песни писать на ходу, ну, под каким-то эмоциями. И вот так получается, что это может быть после того, как я почищу с зубной пастой. Кран воды с водой не закрывает, не спускает. Нет, неправда. Тут я могу подтвердить. Неправда. Я покрасняю. Ну, хорошо, в 19 лет еще может казаться, что если ты артистка, то обязательно должна быть на голову немножко ушибленной. Потом это с возрастом проходит у нормальных людей. И они понимают, что жизнь это одно, а твоя профессия это другое. Это в театральный институт, когда мы поступили, было очень, так сказать, модно. Если ты нормальная, ходишь в сапогах, в зимнем пальто по сезону, то ты вроде бездарная. А вот если ты ходишь летом в валенках, засыпаешь на ходу, ну, такая на голову ушибленная, Манюк, значит, талантливая. Это все на самом деле не имеет отношения к другу никакого. Откуда вы к нам приехали? Я родилась в Риге. Вот. Но абсолютно русскоязычный человек. А сколько лет уже в столице? Я в столице три года уже. Всего. То есть в 16. С родителем приехали, да? Ну, первое время я с папой ездила, конечно, с мамой, с сестрой. А то есть все-таки вы не были брошенкой такой? Нет, нет. Мои родители... А в Москве, а вот когда влюбились вы в парня, в музыканта, это вам сколько уже было? 16. Рано повзрослела. Самостоятельная. Самостоятельная, да. А вы с ним прямо жили, вот, прямо повзросленно? Ну, нет. Нет, мы не жили повзросленно. У вас это когда-то платоническая была любовь? Мы встречались, но не то, что платоническая. То есть эмоциональный вопрос. А как он вам потом, Настя, объявил, что у него приезжает его невеста, которая в Европе работала, и они женятся? Ну, я бы просто не начала чувствовать что-то не так, уже начинает так дергаться что-то у него внутри, когда он со мной общается. И я просто задала вопрос, что? Вот так вот, все она сказала, что случилось? Почему? Почему? И вот он сказал, что потому. А как, вы не стали бороться за его любовь? Честно, нет. Почему? Ну, я лев по гороскопу. И я как-то, чтобы я боролась за любовь именно. Ну, как-то я первая. Да нет, у вас еще Венера в раке. Такие женщины всегда помнят тех мужчин, которых любили когда-либо. И цепляются за них когтями в любой ситуации. Да, вы меня раскусили. Это правда. Нет, на самом деле, я однолюб. И могу это точно сказать. То, что я его буду помнить всегда, всю свою жизнь, это правда. То, что он останется и остался моим другом, это правда. А скажите мне, пожалуйста. Вот, что значит другом остался? Ну, мы же в одном, в одном. Скажите, Александр, человек, которого Настя, как она сейчас грозит, с нами будет любить, помнить всю свою жизнь. Если у вас с ней все сложится, вы будете как смотреть на эти отношения, что она будет с ним встречаться, созваниваться иногда? Я не люблю, когда девушку, которая находится рядом со мной. А никто не любит? Никто не любит, Саш. Ну, я просто скажу, что что я не люблю. Как бы девушка, которая рядом со мной, поддерживает отношения со своими бывшими. То есть, я этого не делаю, я не поддерживаю отношения с бывшими девушками. Настя, вы планируете замуж во сколько? Не могу сказать. Если я вот скажу, что это мой человек, я готова вообще... Ну, я растворяюсь сразу в этом человеке. Я пишу, у меня начинается вдохновение, я занимаюсь только этим человеком, да? Ну, параллельно, конечно, творчеством с чем придется смириться. Скажите, а вы понимаете, что вы должны чем-то пожертвовать, если выйдете замуж? Да. Что жизнь до замужества и в замужестве это две разные вещи. Не надо творчеством жертвовать. Зачем? Просто чем-то, я сказала, не всем, чем-то. Вот чем вы готовы пожертвовать ради любимого мужчины? Наверное, чрезмерной свободы. Свобода. Свобода. А карьера, ты не готова пожертвовать? Ты же замуж собралась. Значит, вы все-таки в Москве живете, правильно? Да. Снимаете квартиру. Да. А гонорар у вас хороший? Ну, в среднем статистически. Хватает. 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 Да нет. А помимо того, что вы пасту не закручиваете крышечкой, вы еще свет не выключаете. А вы знаете, у нас в Москве ЖКХ сколько выставляет счетов, а? Именно для меня. Для чего нашему жениху готовят? Да. Настя, ну, свет все-таки лучше отключать, когда выйти замуж уже в инфанту, играть перестаньте, что вам тюбик не закрутило. Это к романтике не имеет ни у кого отношения, это к дурости. Да, это меня просто мама моя всегда это раздражала, пока я с ней жила, и я решила вспомнить этот момент, потому что больше ничего вспомнить не могла. О маме? Нет, не о маме, о маме. Скажите, как поздравили своих с Новым Годом? Что подарили? Я приезд. Себя. Я приехала, просто для меня было важно побыть с родными людьми. Спасибо. А для нас лучшим будет подарком. Посмотрите, нам очень сюрприз. Да? Попробуем. По ней видно, что она умеет работать на публику, умеет работать на камеру. Каждый раз уверенно взлетаю, что падать с поля знаю, в игры боли больше не играю. Музыка, во мне музыка, ау, музыка, во мне музыка, ау. Хорошо поет, зажигает. Ага. Вот клуб, да? Это вечеринка. Да. Каждый раз уверенно взлетаю, что падать с поля знаю, падать с поля знаю, в игры боли больше не играю. Музыка, во мне музыка, ау, музыка, во мне музыка, ау. Каждый раз уверенно взлетаю, что падать с поля знаю, в игры боли больше не играю. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо, Настя. С Новым годом. Проходите с друзьями в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то мне было стрелок. Ну как? У тебя? Владимир и Злата, что вы скажете? Мне кажется, немного не из нашей оперы. На самом деле хорошая девчонка, но она молодая очень и не готова к семье. Правда сказала. А вы что увидели? Я знаю Сашу, он любит женщин с роскошными волосами. То есть волосы ему точно не понравятся ни цвет, ни количество. Она действительно похожа на Камерон Денса и видно, что она душа компании. Просто Камерон Денса, ей уже под 40, она вся на прессе такая прям жгучая. И вот Саша любит таких вот именно подтянутых-подтянутых, вот стройных-стройных. Но я просто знаю его характер. То есть постарше что ли? Мне нравится формулировка. Он любит подтянутых-подтянутых, стройных-стройных, я знаю его характер. Он любит очень худеньких девочек. Да, нужно как его подруга такая. Скажу как в мультфильме, сейчас сразу вспомните. А наш Сашка ей был не нужен. Правда у нее нет хахеля у Парижа, но у нее есть карьера. Поэтому ну какое замужество и какой Саша? Настя девушка молодая, но уже безнадежно испорчена этим самым шоу-бизнесом. Она все про себя понимает, она понимает на кого она похожа, она в это играет. А мне бы хотелось, чтобы она немножко разделяла. Вот я какое удовольствие получаю, когда я слушаю интервью или смотрю интервью с западных звезд. Какие они естественные вне команды мотор, вне сцены. У нас как не артистка, почему-то ей кажется, что ей нужно так же выжиматься, как на сцене. И это мне не симпатично, честно я вам хочу сказать. Поэтому Настя, конечно, прокривлялась, и этого делать не нужно. Если она меня сейчас услышит, может быть это такое не очень приятное. Не знаю, мне кажется, она была сама собой на сцене. Не, ну просто расчет надо было сразу включать. Да было на него сразу же. Не, ну просто как бы. Надо было взять с собой там, знаешь, потанцевать. Потанцевать с ним. Действительно, девушка вашего типажа с точки зрения темперамента. И мне кажется, что как раз это тот случай, когда разница 11 лет очень хороша. Потому что вы на свои 30 лет не тянете и не производите впечатление мужчины серьезного 30-летнего, пока можете пудрить мозг таким молоденьким девушкам, как Анастасия. Я поэтому считаю, что прекрасная была бы пара. В ней и та харизма, и динамика, которая вам нужна. Впереди у нас третья невеста и, возможно, выбор своей судьбы. Не пропустите. Вы смотрите «Давай, пожалуйста», и я предлагаю Александру встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуйте, я с вами. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Я пришла со своей мамой и со своей подругой. Очень приятно. Давайте на вас смотреть. Мария, 25 лет. Учитель английского языка. 10 лет катается на сноуборде, любит путешествовать и ходить по магазинам. Предупреждает, что очень ревнивая. Мечтает стать счастливым человеком. Мария влюбилась в студента, которому нравился разгульный образ жизни, и как бы она ни старалась вразуметь его, ничего не получилось. Надеется, что Александр – серьезный мужчина. А где вы своего юнцата встретили? Я работаю не только в школе, я еще преподаю в институте. И вот, как вы сказали, своего юнца, я встретила в институте. Мы учились вместе, потом я закончила институт, я начала там же преподавать. И подумала, а почему бы нет, потому что парень видный, красивый. Но это не только... Сказала «хачу-хачу»? Да. Я именно так и сказала. Вы дарили подарки, вы ухаживали, вы делали пиржи. А он так был, и все наоборот. А почему? Так влюбилась, что ли, или что? Нет, вы знаете, наверное, мы всегда хотим завоевать человека полностью, с ног до головы. И делаем это все, если мы любим, действительно. В этих отношениях я очень сильно любила. Я не говорю, что он не любил. Хороший мальчик, он тоже любил. А можно его альфонсом назвать? Нет. Я сама дарила эти подарки. Я делала это от чистого сердца, и мне нравилась его реакция. Я не хотела как-то его... Маш, ну вы не первая, и, к сожалению, не последняя. Мы все такие дуры, когда влюбляемся, мы с этим грешим. И что? Где он сейчас? Ну, отношения наши... Отношения наши продлились около двух лет. Мы встречались, все было, в принципе, хорошо. Единственное, что мне не хватало, не то, что он студент, а я там не студент, а не хватало внимания. Я требовала единственное, что это внимание к себе. То есть мне хотелось, чтобы меня любили полностью. Не за подарки там, не за все. Это даже мы об этом не говорим. Просто нужно было внимания со всех сторон, чтобы мне звонили. А он с друзьями любил потусить. А сколько ему было лет? Когда мы познакомились, ему было 19, а мне было 22. Послушайте, ну что вы хотели от ребенка? Ну он просто ребенок. 19-летний пацан, тем более сегодня, это дитя дитем. А вы его втянули во взрослые отношения. Ну дайте молодому пацану быть молодым пацаном. Я вот хочу к Лилечке. Мамочка, а вы не говорили ничего своей дочке? Вы знаете, в том режиме, в котором она сейчас живет и работает, достаточно сложно найти, встретить мужчину своей мечты. Потому что она преподает в школе, она преподает в институте, а она еще пишет кандидатскую по культурологии. Мама красивая, да? Мама, да, красивая. Вы живете в Москве, москвичка, да? Вам не нужно особенно стараться для того, чтобы выжить здесь? Ну, как скажем, да. Но зарабатываю я сама в то же время, да. Выжить, не выжить, но хочется всего большего, да? То есть когда мы приобретаем что-то одно, до одного уровня, то есть надо развиваться. Естественно. А что-то не профессор, да? Александр, может вам помочь в развитии вообще? Вы видите свое будущее вот с таким типом? Почему бы и нет? Я вижу свое будущее в счастье и в любви. То есть тот человек, который в априори меня будет любить, это и есть развитие. А вас что делает счастливой-то? Гармония с внешним миром, с самой собой. А как вы гармонируете с внешним миром? Когда ты просыпаешься каждый день и улыбаешься, когда ты с улыбкой идешь на работу, когда ты просыпаешься... То есть каждый день выходит с улыбкой на работу? А, действительно. Когда с удовольствием идешь на работу, и после работы с удовольствием спешишь домой. Именно это. В этом, конечно, гармония в жизни. А какое отношение это мужчина имеет? Здравствуйте. Я уверен, что в этом году создам свою семью. И поэтому я здесь. Со мной мои друзья Владимир и Злата. Александр, 30 лет. Первая возлюбленная ради него бросила своего мужчину, и они стали жить вместе, но отношения не сложились. А со второй девушкой были слишком разные взгляды на жизнь. Александр – генеральный директор компании по организации мероприятий. Любит проводить свободное время с друзьями, занимается боксом, самбо, фитнесом, занял призовое место на соревнованиях по гиревому спорту. Предупреждает, что бывает требовательным. Мечтает о доме в Италии. Александру не нравятся девушки с родинками на лице. Женится на стройной девушке, которая позволит ему ухаживать за ней, как за настоящей принцессой. Здравствуйте! Приятно вас видеть у нас на программе. Загар. Загар. Солярь отдыхает. Значит, где-то недавно отдыхает. Спасибо. Спасибо, уважаемые. Подготовился пока. Спасибо. Почему мне всегда достаются самые измученные цветы? Здравствуйте. Я уверен, что в этом году создам свою семью. И поэтому я здесь. Со мной мои друзья Владимир и Злата. Александр. 30 лет. Первая возлюбленная ради него бросила своего мужчину, и они стали жить вместе, но отношения не сложились. А со второй девушкой были слишком разные взгляды на жизнь. Александр – генеральный директор компании по организации мероприятий. Любит проводить свободное время с друзьями, занимается боксом, самбо, фитнесом, занял призовое место на соревнованиях по гиревому спорту. Предупреждает, что бывает требовательным. Мечтает о доме в Италии. Александру не нравятся девушки с родинками на лице. Женится на стройной девушке, которая позволит ему ухаживать за ней, как за настоящей принцессой. Здравствуйте. Приятного свидания с нас на программе. Загар. Загар. Солярь отдыхает. Да. Значит, где-то недавно отдыхал. Спасибо. Спасибо, уважаемые. Подготовился. Спасибо. Почему мне всегда достаются самые измученные цветы? Василис, не переживай, вот я с позволения Александра, можно тебе подарю в этот старый Новый год цветы? Можно? Не обидитесь? Пожалуйста. Василис, мне будет очень приятно. Прими, пожалуйста. Ой, спасибо. И мне тоже очень, мне тоже очень приятно, что ты справляешь эту несправедливость со стороны Северного. Спасибо. А я правильно, значит, поняла, если мне тоже покапризничать надо, ты мне тоже чем подаришь? А я тебе этого никогда не делаю. Чьи бусы на тебе неблагодарны? Я вас всех поздравляю со Старым Новым годом. Спасибо. Давайте будем веселыми и жизнерадостными, хорошо? Как встретили Старый Годка? Как обычно, в своей дружной компании. Молодец. Хотели бы, чтобы невеста, которую сегодня вы выберете, я надеюсь, в следующий Новый год уже была бы на правах вашей жены. Безумно. Готов. Да, я для этого сюда и пришел. У вас такая запутанная история любовная. Мама, не горюй. Давайте будем ее распутывать. Итак, в возрасте каком вы влюбились? В возрасте 19 лет. Я познакомился с ней в супермаркете. Увидел эту девушку и понял, что это мое. В то время еще знакомились в супермаркете. Сейчас даже себе такое сложно представить, мне кажется. А сейчас уже не получится в супермаркете. А что она такого покупала, чтобы вы поняли, что она ваша? Вы знаете, я не обращал внимания, что она покупала. Я увидел просто свет из ее глаз. А сколько ей было лет? Она была у меня старше 20, наверное, 20 лет. То есть просто в старуху влюбился. Ну, понятно. А когда выяснилось, что у нее есть спонсор, с которым она живет? Ну, где-то, наверное, через две недели. А почему не отступился-то? Ну, потому что я был очень сильно влюблен. А она вам прям свой телефончик дала сразу же? Ну, она тоже почувствовала. В супермаркете. В супермаркете, да. Ведать, были голодные и покупали какую-то еду. И вот это вот чувство перепутали с любовью. Чувство, чувство голода. Как бывает. Нельзя ходить голодным на охоту, понимаете? Точно выйдешь не с той добычей. Ясно, Александр. И у вас, короче, с ней закрутилось. Она стала изменять своему... Бойфренду? Зажиточному молодому человеку? Ну... Не очень молодому. Мы начали общаться долгое время. Общались, встречались, ходили в кино. Общались до такой степени, что вы у нее остались ночевать однажды. Должны были поменяться местами. Вы себя не проявили никак. В течение часа я пыталась что-то... Это я даже не списываю на волнение. Хоть что-то из вас вытащить. Поэтому мне, конечно, дико обидно, что вы такие, как Мария. Сегодня металль бисер. Как тебе, Роза, невеста? Не, невеста хорошая. А я вообще не вижу тандем очень хорошей. Знаешь, как говорится, хорошими мужьями не рождается. Хорошие мужья делают хорошие жены. Он вынесет ей мозг, он ее посадит на диету. Она высохнет ради той... Да, глянь, она какая требовательная. Ничего построит его, научит, как правильно. И направит, куда нужно, собственно говоря. Не направит. А то он сюда... Ну, куда буду, ну, куда буду. А детей, как рожать, куда больше. Что ты, милая? Так что, глянь, счастье твое пришло. Василиса. Огромное количество достоинств Марии мы сегодня даже и не увидели, я хочу сказать. Она очень контактная, очень коммуникабельная, очень разговорчивая. Я это все вычислила. Она очень любит всем вместе, делает что-то вместе. Она не конфликтная со своим весовским Марсом. Она умеет договариваться. Но это не ваш психотип. Как бы я сейчас не хотела сделать ей приятно и порекомендовать ее, я не могу. Точно так же, как я не могу вас порекомендовать ей. Если никому не зайдет, значит... Значит, у него фиговый вкус. Ребята, кто, к кому должен пойти? Несомненно, третья девушка, но я уверена, что Александр пойдет к первой. А вы что скажете? Я скажу то же самое, потому что они подходят друг к другу. Первая девушка, они подходят друг к другу, они рядом стоят. Мне он понравился, правда. Прям вот выйдешь, выйдешь. Прям выйду, выйду. Ваши впечатления? Я свой выбор уже сделал. Если он к тебе зайдет, ты пойдешь за ним? Да я думаю, что я выйду за ним, да. Я, конечно, за Марию, конечно. А мужчины, которые сначала женятся на размере девушки, а потом предъявляют какие-то претензии, что она, кажется, была невнимательна, что любила долго спать, и вообще она неряха, склонная к воровству. Мне хочется сказать, так вам и надо, мужчины, так вам и нужно. Потому что иногда включаете мозг просто. Поэтому то, что Анастасия вам понравилась, потому что она не могла не понравиться, это ваш любимый цвет и размер, очевидно, не только ваш. Но жить придется не только на ощупь. Понимаете, иногда нужно жить еще с широко раскрытыми глазами, потому что родятся дети, потому что есть родня, есть общие друзья, и много всего-всего, что нужно как-то переводить из хаоса в порядок какой-то. И вот это вот упорядочить для того, чтобы счастье вам могла бы только Мария, потому что в ней все есть. В ней есть красота, есть разум, есть чувства, все вместе. Но вы, наверное, пойдете к Анастасии, поэтому так вам и надо. Астрологически вам подходит больше всех Анастасия из Риги, которую никто здесь не назвал, и почему-то все сбросили со счетов, вероятно, в силу ее возраста. Но я считаю, что через какое-то время именно из этой девушки подрастет тот темперамент, который нужен вам. Ты бы за ним вышла, если бы он за тобой пришел? Я бы не вышла бы, во-первых. Мне нужен человек совершенно другой. Но если вы сделали свой выбор, отправляйтесь, мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 4-4. Джесси. 20 лет, номер 2272. Мастер татуировки, организатор праздников и художник. Несмотря на то, что она активно реализует себя в профессиональном плане, Джесси уверяет, что ее избранник не будет обделен вниманием и заботой. Познакомиться с активным мужчиной, предпочитающим активный отдых, посидел кому телевизора. Эдуард. 25 лет, номер 2277. Консультант известного модного дома. Обожает экстремальные виды спорта. Мечтает построить дом по собственному проекту и развить бизнес в сфере эксклюзивной отделки помещений. Познакомиться с умной и амбициозной девушкой, которая будет поддерживать его во всех начинаниях. Мы не знаем, выйдет Александр один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить, давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. У тебя очень хорошо вкусно. Я очень рада, что ты меня выбрал. Я не вижу. Да и приятно. У нас есть пара Александр и Настя. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников в сегодняшней программе и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4. Я Ларисе Бузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Спасибо, удачи. А вот сосед выходит и говорит, ты еще рогами постучись. Вообще пришел бездомный просто-напросто. Николай, ни двора нет. Я ее уже как три года уговариваю сюда приехать. А девушки из Магадана обижаются, когда мы в печень на них не женятся. Если, говорю, вам в нашей семье не нравится, говорю, по нашим правилам, то, пожалуйста, пешком по рельсам. Мне хочется плакать. Я вам клянусь. За четыре года у меня никогда не было такого чувства. Я счастлива, потому что у меня есть ты. Непостижимый подарок жизни.